Всем привет! Это программа Отдыхай! И мы ее ведущие Рома Филиппов И Ксения Михайлова И как обычно мы работаем в прямом эфире Кстати говоря, мы с Ромой никогда не работали в режиме лайф Это для нас в первый раз И нам даже немножко страшно По-моему, ты что-то недоговариваешь Я частенько вижу то, что ты ведешь прямой эфир у себя в инстаграме Ой, Рома, ну ты, конечно, сравнил В инстаграме и в... Вообще здесь то, что сейчас происходит Это вообще разные вещи Потому что в инстаграме могу вести эфир Прямо с телефона Могу лежать в своей уютной постели Могу вообще со школы идти, знаешь, разговаривать с подписчиками А здесь мы в самой настоящей студии Кстати, которую нам предоставляет творческое пространство Птица Здесь вы можете реализовать в жизнь все свои творческие идеи и проекты Да, и знаешь, мне еще не страшно Потому что у нас за камерами стоят настоящие профессионалы Из студии видеопродакшена Перфекта Они, кстати, специализируются именно на прямых эфирах То, что мы сейчас делаем И они создают профессиональные видеоролики Также мы хотим напомнить Если вы не сможете посмотреть нас по телевизору То вы можете следить за нами В группе ВКонтакте детского медиа-центра Куча Мала А также вы сейчас смотрите канал национального телевидения Чуваши И вы можете зайти в группу ВКонтакте национального телевидения Чуваши Повторюсь И можете, кстати, нас лайкать Репостить И за это вы можете получить вот такой вот прекрасный приз Который мы разыграем в конце нашей программы Вот такая вот книга В окопах Сталинграда А у нас тема эфира сегодня какая? Чебоксары или Москва Где жизнь? И, кстати, наш презент даже подходит под нашу тему Потому что в названии книги есть название города А не просто города, а города... Героя Героя, да Так, вот И, знаешь, давай начнем уже Да, думаю, стоит начать Как мы уже сказали Тема сегодняшнего эфира Чебоксары или Москва Я студент И остался в Чебоксар В принципе, и выбор был у меня невелик на самом деле Но я абсолютно ни о чем не жалею Здесь столько плюсов Ну, например, я не плачу за проживание Я не плачу за еду Потому что я живу с родителями Мне родители, да Готовят еду, дают деньги на транспорт Но хочу сразу оговориться Я не зависший от родителей В плане всех своих развлечений Ты работаешь? Да, я работаю У меня есть свой заработок Которого мне полностью хватает Ну, ты молодец, да Ну, конечно, я молодец А что насчет тебя, Ксюша? Вот, насчет меня Наконец-то Итак, я закончила 9 класс Хорошо сдала экзамены Поступила автоматом в 10 И я планирую сдавать после 11-го ЕГЭ По сравнению с тобой Не боишься? Нет, конечно, нет Уверена, что сдашь, да? Так, мы что, еще за ЕГЭ? Нет Так, смотри Я хочу переехать в какой-нибудь крупный город Потому что, я думаю, в Чебоксарах У нас нет таких больших перспектив Как, например, в Петербурге или в Москве Ну, что скрывать? Я хочу переехать в столицу нашей страны Вот, я думаю, что у меня все получится А ты не боишься проблем в взрослой жизни? Я с самого детства всегда одна Всегда самостоятельна Поэтому я хочу, наконец, полностью окунуться В самостоятельную жизнь Во взрослую жизнь Поэтому я не боюсь Ну, смотри Ты поступишь в ВУЗ Хороший ВУЗ Я в этом уверен Безоговорочно Ой, облигай ты в моем не уверен, Ром Ну, а кому сейчас легко? И смотри Там ты будешь жить в общежитии Так ведь? Ну, смотрим А может, да, родители будут спонсировать И ты будешь жить на отдельной съемной квартире Нет, родители мне точно не будут спонсировать Смотри Ты в общежитии Так ведь? Хорошо Там у тебя есть сожители Ты готовишь еду Но ты понимаешь то, что ты приготовил еду вечером А утром уже ничего не осталось Хотя ты худеешь И ты не ешь Так, подожди Во-первых Если, то есть, я буду готовить сама, так? Угу Я готовлю прекрасно, мальчики Вот И, знаете Если ты приготовил И у тебя что-то украли Или там, возможно, заняли То, я думаю, ничего страшного Реально можно похудеть Что если вот ты идешь Спокойно по общежитию По своей комнате На кухню Достаешь кружку Обнаружишь в ней таракана Ребят Деликатес Все просто В какой стране? В Москве, видимо В московском общежитии? В городе Москва, да Ну, я тоже так думаю А теперь задам еще один вопрос Смотри Ты хорошо знаешь Москву? Ну, я знаю ее неплохо Потому что Схему метро Я... Ну, я там не разбираюсь Я почти ее вообще наизусть знаю Угу Так, а просто районы Москвы Ты в этом тоже разбираешься? Ну, не так вдоль и поперек Как Чебоксары Но все же Я думаю Нормально Ну, смотри Представь такую ситуацию Ты одна гуляешь Угу И зашла в незнакомый тебе район Москвы Угу И у тебя нет возможности То есть Ну, смотри То есть я просто подойду Москва, это же не Чернобыль Я подойду к людям Спрошу Ну, угу И все Они мне объясняют Тем более Есть карты Есть схема метро Которые построят вам Целый путь Там, как быстрее Как легче Ну, знаешь Мы провели настоящий эксперимент И поэтому, думаю Можно сейчас узнать Посмотря его Да Мы узнаем Знаете, что там? В каком городе лучше знают свой город? И где они более любезны? Угу Смотрим? Да, смотрим В каком городе живут люди Которые готовы прийти на помощь И как хорошо они знают свой город Проведем социальный эксперимент И выясним Наш корреспондент Елизавета Гринозерская Будет подходить к прохожим И просить ориентировать ее в Чебоксарах Камеру мы, конечно же, спрячем Мои друзья в Москве Попробуют снять подобный эксперимент Правда, сниматели будут на телефон Поэтому не судите строго Нам главное сравнить И выяснить любезность жителей Здравствуйте, скажите, пожалуйста Как пройти до Мадагаскара? До Мадагаскара? Да Вам надо проехать против А как можно проехать до Мадагаскара? Честь на 18-й троллейбус На 42-ю маршрутку Спасибо Скажите, пожалуйста Как можно добраться до Мадагаскара? Там туда на основном И там 42-й маршрутка Ну, там подскажется на какой-то Хорошо, спасибо Скажите, пожалуйста Как можно добраться до Мадагаскара? Ну, вот как Ну, типа вот так маршрутка едет На доме Макдональдса пройти И вот прям-прям-прям Хорошо, спасибо большое Скажите, пожалуйста Как можно добраться до Мадагаскара? До Мадагаскара? Да Мадагаскар, торговый центр? Да Торговый центр Господи, я думаю, я думаю Я только на такси ездила А я только мультик смотрел Ну, а что там Ну, такси вызовет, дайсушечка туда И все Скажите, пожалуйста Как можно добраться до Волжского? Так, 35-й домомод, 35-й масштаб. Хорошо, спасибо. Извините, вы не знаете, педагоград с Доволжского. Ты наоборот с Кусаром, ладно, на 35-й масштаб. Ага, хорошо, спасибо. Наш социальный эксперимент показал, что люди в обоих городах готовы прийти на помощь, и они хорошо знают свой город. Итак, для тех, кто к нам только что подключился, напоминаю, что это программа «Отдыхай». Мы, как всегда, в прямом эфире, и тема нашей сегодняшней программы – «Москва или Чапоксары. Где жить?». Именно сейчас мы это пытаемся выяснить. А сегодня в гостях у нас девушка, которая живет как бы в двух сразу городах, Саша Аскалонова. Ей 19 лет, она учится в Москве, а живет в Чебоксарах. Привет, Саш. Привет. Итак, расскажи, пожалуйста, то есть ты закончила 11-й класс, поступила в Москву, и осталась жить в Чебоксарах? Ну, то есть зачем? Как? Я просто не представляю, я хочу наконец-то уехать. Это осталось. На самом деле я планирую переезд в Москву, а лучше сразу в другую страну, потому что там больше возможностей, и ты ощущаешь себя уже по-другому. А какую страну рассматриваешь? Испания. Испания. Интересный выбор. Ой, прекрасный, кстати. Город. Так, ну знаешь, ты вообще часто бываешь в Москве? Да, очень часто, раз в два в месяц. Обычно. Раз в два в месяц. То есть ты уже неплохо выучила вообще Москву, что где находится? Да, я примерно представляю, что где находится, да. Но ты из-за этого не забываешь Чебоксары? Ну смотри, да, ты, может быть, приехала в Москву и стала теряться. Или же, наоборот, из Москвы приехала в Чебоксары. И что-то начала забывать. Такая, ой, что-то не знаю, в Чебоксары и Москва все перепуталась. Да, кстати, бывает такое, что иногда приезжаешь из Москвы в Чебоксары, а другие ощущения. И когда из Чебоксары тоже едешь в Москву, тоже. А нет такого, что ты приезжаешь из Москвы, и такое ощущение, что время вот так замедляется? Наоборот, оно там ускоряется. Нет, когда с Москвы в Чебоксары, нет? Да, кстати, бывает. Потому что я тоже такое ощущаю, я очень часто езжу в Москву. То есть ты хочешь сказать то, что как бы в Москве время идет быстрее? Ну, конечно, там такой вечный темп, все потому что... Ну, само собой, это сравнило, конечно, габариты Чебоксар и Москвы. Да, я хочу, я уже сказала, после школы поехать учиться в Москву, потому что 85% учеников из Чувашии поступают в крупные города, Москва, Питер. И я хочу присоединиться к этим 85%. Ну, как видишь, я не такой, как все, на самом деле. То есть я ухожу в отделе 15%, то есть мы избраны, с какой-то стороны. А Саша вообще разделяет наши с тобой интересы? Так что она не входит и не в 15, и не в 85. Смотри, Саш, а ты можешь нам рассказать какую-то интересную историю, возможно, необычную, которая с тобой произошла в Москве? Да, буквально месяца два назад в одном ресторане я познакомилась с другом Тимоти. То есть это было на дне рождения у моей сестры, то есть у нее есть подруга, а друг Тимоти ее тоже друг. И вот мы сидим, общаемся, он говорит, я тут друг Тимоти, мы недавно вместе ездили в Дубае. Вот, и говорю, здравствуйте, Саша, очень приятно. А ты не просила познакомить тебя с самим Тимуром? Нет, нет, такого не было. Он был в другой стране на тот момент. А, ну ничего страшного. А так с удовольствием, конечно. Ну вот смотри, то есть получается, твои родители были не против того, что ты периодически ездишь в Москву, живешь в Чебоксарах, ты с ними сейчас живешь или отдельно? В Чебоксарах с родителями, да. То есть получается... Смотри, в Москве, то есть ты едешь, ты остаешься там в отеле, в гостинице или у вас есть там квартира? Нет, в отеле. Ага, то есть все намного проще на самом деле. Так, а чем ты вообще занимаешься? Вообще я учусь дистанционно на менеджерах. На заочке? Да, да, да. И также я занимаюсь продвижением мобильного приложения для предпринимателя. То есть это как бы бизнес, да? Да. То есть эти переезды тебе помогают в работе, можно так сказать? Да. Тебе нужно иногда быть в Москве, встречи, возможно, какие-то. Да, очень много переговоров в Москве происходят по нашему... Ну, по нашей теме. Вот, да. А что тебе, ну, вот прям нравится в Москве и что не нравится? Есть такие прям какие-то? Да, безусловно. Очень нравится энергия, когда ты приезжаешь в Москву, чувствуешь, что все люди куда-то бегут, у всех есть своя цель. Очень активный народ. А что не нравится, наверное, только пробки. Ну, это как обычно. Все нравится в Москве. У нас нет такого, вот такое, Ром. В Чебоксарах, знаешь, тоже люди, у них есть цели, на самом деле. Вот у меня есть цель. Но не будем обо мне, продолжим. Нет, знаешь, мне просто очень интересно, вот Саша живет в двух городах, и вот какие у тебя есть любимые места в Москве? Вот прям какие-то, не знаю, особенные. Прям самые-самые любимые. Да, да. Ну, это, наверное, как и у большинства людей. Это центр Москвы, это Арбат, это Красная площадь. Москва-сити. Москва-сити, безусловно, да. То есть там приезжаешь и сразу чувствуешь уровень, да. Кстати, я ни разу не был в Москва-сити. Я постоянно туда езжу, а Фимео, это вообще прекрасно. Да. Знаете, вот еще в Москве, я думаю, вообще нескончаемое количество этих музеев, сейчас еще там очень много новых выставок. И вообще, ты вообще была на каких-нибудь этих выставках? Да, конечно. Ну, скажи, не сравниться с Чебоксарами, у нас можно эти музеи за один день обойти. Да, да. Ну, вообще-то не за один день. Ой, за два. Полтора. Ладно, здесь не поспоришь на самом деле. Ну, вот и все. Смотри. Зато к нам гости приезжают все равно из Москвы. К нам вот недавно приезжал Виктор Логинов. Он, кстати, отметил наш город очень особенным. Виктор Логинов, если никто не в курсе, это Гена Букина сериал сейчас. Да все в курсе. Ну, а мало ли. Я узнал то, что его зовут Виктор Логинов только перед тем, как он приехал. Я накопил множество аргументов в пользу Чебоксар. Да, смотри. Ну, во-первых, в Чебоксарах проще жить, потому что здесь дешевле. Это во-первых. Ну, согласись, проезд на общественном транспорте в разы дешевле, чем в Москве. Так там и зарплата больше. Ладно, я слушаю. Потом дети. Вот смотри, вот ты выйдешь замуж. У тебя будет отличный муж. Но как ты будешь прогляться с ребенком в таком огромном городе? Ты сейчас вопрос мне задаешь? Да, это же вопрос. Господи, я найду время для детей. Почему для детей всегда найду время? Продолжим еще. Смотри, Чебоксары большой город, так ведь? Там, скорее всего, много предприятий, много машин, много людей. То есть он грязный. Воздух там достаточно грязный. Но, а Чебоксары, это вошли в топ-3 самых чистых городов России. Москва, по-моему, даже в десятку не вошла. Саш, давай, помоги нам, а то мы сейчас подеремся. Какой город лучше? Я считаю, что каждый город, он прекрасен по-своему, потому что для каждого человека город имеет определенный шарм. Кому-то нравится Чебоксары, а кому-то Москва. Мне нравятся и Чебоксары, и Москва. Вот видишь, вот мне бы ее любовь к Москве, на самом деле. Потому что это Чебоксары. Тебе мою любовь к Москве, Ром? Ну, знаете, не знаю, вот вы говорите то, что там дорого жить, там же зарплата высокая все равно. Для детей время я найду, мужа бы найти как бы. Но я хорошо готовлю, я напоминаю всем мальчикам. В общем, давай не будем о тебе, о твоей будущей личной жизни. Сейчас мы проведем маленькое испытание для нашего гостя Саши. Смотри, с Москвой связано много известных песен. Мы нашли песню скороговорку, которую мало кто слышал. Сейчас мы ее тебе включим. И твоя задача попробовать повторить все то, что ты услышишь. На самом деле я буду первым повторять. Сейчас. Слушаем. Арбатская, Пражская и Братиславская, Дава, Слободская, Автозаводская, Марина. У меня хмелка. Саша, ты поняла, про что эта песня? Про улицы. Нет. Про станцию метро. А, про станцию метро, да. Рома, ты сам сказал, что будешь первый. Так, сейчас надо было вспомнить. Так, Арбатская, Пражская и Братиславская. Балуева, по-моему. Ты поешь? Да нет, я не умею петь. Так. Ну, я знаю, что помню. Мотив. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Не забывайте вещи в метро. Да. Так. А теперь слушаем еще раз. Теперь кто повторяет у нас? Ксюша. Да, потом дойдем до Саши. Слушаем. Арбатская, Пражская и Братиславская, Дава, Слободская, Автозаводская, Марина, Выхина, Новогиреево, на Красно-Пельсинскую, Переход. Красногвардейская, Сокол, Смоленская, Площадь Победы, Площадь Патфельского, Речная вокзал, Китай, город Миляево, не забывайте вещи в метро. Так, Новокузнецкая, Краснозаботская, Арбатская, Пражская, Кучмалинская. Я уже не помню, я тут свои придумываю, но главное не забывать вещи в метро. Да, вот с этим я полностью согласен. Саша, ты готова? Да. Давай, последний раз для тебя. Контрольный выстрел. Хорошо. Поехали. Арбатская, Пражская и Братиславская, Дава, Слободская, Автозаводская, Марина, Выхина, Новогиреево, на Красно-Пельсинскую, Переход. Красногвардейская, Сокол, Смоленская, Площадь Победы, Площадь Патфельского, Речная вокзал, Китай, город Миляево, не забывайте вещи в метро. Пражская, Кузнецкая, Парк Победы, Простиславская, Заводская и очень много, но не забывайте вещи в метро. Ну, вообще, ты метро хорошо знаешь? Ну, примерно, да. Самая популярная станция. То есть ты примерно знаешь ветки метро какого-то там цвета они бывают? Да, конечно. Кстати, пока слушаю ему песню, я слышу нас с вами, и у меня сразу в голове всплывают цвета этих веток. И знаете, мне кажется, это очень прикольно. Ты променяла Москву на Чебоксары, я тебе еще раз повторюсь. А я не против. Так, кстати, смотри, еще у меня такой вопрос. У тебя есть любимое место в Москве и в Чебоксарах? Вот к тебе вопрос, в первую очередь, и к тебе. Давай. В Москве, так, я уже говорила, что я очень люблю Москву-сити, и вообще вся Москва очень крутая. И, я не знаю, не могу выделить что-то. А вот у тебя в Чебоксарах, потому что про Москву мы у тебя спрашивали, а в Чебоксарах что ты любишь больше всего? В Чебоксарах, ну, вообще, самые любимые места это там, где хорошо, с компанией хорошей. Ну, вообще, самые... Воспоминания какие-то? Воспоминания, да. Ну, это залив, самое красивое место. Знаешь, мы сняли, мы спросили наших учеников медицентра. И они нам тоже рассказали про свои любимые места, поэтому я предлагаю тебе посмотреть эту рубрику, узнать, что думают дети. Итак, смотрим. Моё любимое место в Чебоксарах это парк Амазония. Там можно покататься на велике, можно покататься на катке. Там ещё есть огромные горки зимой. Я очень хочу на них прокатиться на латрушке. Также там часто проходят разные мероприятия, например, фестиваль рыжих и мандариновая ярмарка. Я очень люблю проводить в этом парке время. Мне там очень нравится колесо обострения. Когда я там ездила первый раз, я очень сильно испугалась, но мама меня успокоила. Моё самое любимое место в Чебоксарах это футбольное поле напротив моей школы. Почему? Да потому что я там люблю играть в футбол вместе со своими друзьями. Там я провожу больше половины дня. А про уроки я забываю и делаю их обычно поздно вечером. Вот так. Моё любимое место это Куча Мала. Здесь я уже занимаюсь 6 лет и я познакомилась с многими друзьями. Здесь очень весело и не дают тебе заскучать. Моё любимое место в Чебоксарах это мой дом, потому что там есть холодильник. Кроватка. Моё самое любимое место в Чебоксарах это библиотека. Точнее около неё парк. Я очень люблю там гулять и часто знакомлюсь там с разными людьми. Очень интересно встретить какую-нибудь бабушку, которая расскажет о её любимом произведении. Моё любимое место в Чебоксарах это детская площадка. Мы туда с подругой приходили каждый день в конце лета. Там было очень красиво, весело и запоминательно. Моё любимое место в Чебоксарах это Бериндиевский лес. В нём я гуляю с детства. Там можно помечтать, погулять, собирать листья для гербария. Если идти у Константина Иванова вниз, там будет белый балкон, как я его называю, над обрывом. А там внизу будет тропинка и маленький лесок, в котором я очень люблю гулять. Он находится за кадетской школой. Там я очень часто гуляла с мамой, рассказывая ей все свои самые главные секреты. Моё любимое место в Чебоксарах это беседка во дворе нашей школы. После уроков мы собираемся там с одноклассниками, чтобы обсудить домашнюю работу. Моё любимое место это дом моей бабушки. Она всегда готовит очень вкусные пирожки. Моё любимое место в Чебоксарах это парк Победы. Я его люблю, потому что там есть боевая техника, танки и многое другое. Коток Арена. В нём я впервые научился кататься на коньках. Моё любимое место в Чебоксарах это музей истории трактора, так как там всё можно потрогать своими руками. Для многих людей любимое место это то место, с которыми связано большое количество положительных эмоций. Для меня это место находится на заливе, а именно это бывшие кафетерии опера. Раньше, когда он ещё работал, туда пускали посетителей на крышу. И с этой крыши открывается просто замечательный вид на вечерние или утренние Чебоксары. Потому что красивее солнца, мне кажется, ничего на свете нет. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас что мы будем делать, Ксюш? Смотри, нам зрители писали всё это время комментарии, вопросы, поэтому сейчас мы будем их читать, потому что мы обещали, а мы обещания выполняем. Да, согласен. Так, и сейчас мы будем читать, что нам пишут. Так, первый вопрос. Здорово, молодцы, спасибо. Актуальная тема. Так. Андрей, Ксюша Серово написала, хотели бы вы жить, как Саша, на два города. Ксюш, ты бы хотела жить на два города? Если честно, нет. Я люблю, когда что-то вот постоянно, например, в Москве жить, значит в Москве. Стабильность это не всегда хорошо, на самом деле. Я могу приезжать, я могу приезжать обратно в гости к маме, к папе, но всё равно жить хочу отдельно в Москве. Так, давай следующий вопрос. Если бы вы, Рома и Ксюша, уехали бы жить в другую страну, то в какую? Ой. Лично я, я знаешь? Я в Канаду. Да, кстати. Но, знаешь, я хочу всё равно остаться в России, потому что я патриот. Я просто хочу приехать в другой город. Как говорится, Россия это самая большая страна, и поэтому здесь много возможностей, на самом деле. Главное их найти, но они всегда есть. Смотри, София Яковлева пишет, что ей не нравится жить в Москве, потому что там очень шумно и грязно. То есть она не хочет там жить. Ну, она, я с ней полностью согласен. А я нет. Москва шумный достаточно город. И поэтому, вообще, ты в курсе то, что недавно подвели топ городов по самому низкому уровню шума? Да? Да. Так, смотри, хочешь узнать, кто самое первое место занял? Давай. А это не Виномыск, он в Ставропольском крае. Даже не слышал никогда про такую город. На самом деле, я тоже не слышал. Но, смотри, Москва, это, по-моему, даже в десятку не входит. Но на втором месте это Обнинск, Калужская область. И замыкает тройку лидеров, это Грозный, который находится в Чеченской республике. Так что Москва шумный город, на самом деле. А Чебоксары, по-моему, нормально. Тебе так кажется? Да, но мы можем также... Мы составили для наших зрителей топы городов. Давай тогда посмотрим рубль. Да, давай сразу посмотрим. Может быть, люди посмотрят, что им комфортнее, и выберут для себя идеальный город. Но, думаю, стоит остаться все равно в Чебоксарах. Так, смотрим. В России сотни городов, и все они разные. Мы подготовили рейтинг городов по самым разным критериям. Так в каком же городе жить лучше? Если вам важен экологический вопрос, и вы заботитесь о здоровье семьи, то выбирайте города, где мало заводов и фабрик. Вот топ самых экологически чистых городов. Сочи, Мурманск, Смоленск и Псков. Важным критерием хорошей жизни является качественное здравоохранение. Вот список городов с высоким уровнем медицины. Тюмень, Санкт-Петербург и Москва. Выбирая город для жизни, обязательно поинтересуйтесь наличием образовательных, спортивных и развлекательных учреждений. Вот города, в которых их много. А значит, там хорошие условия для всестороннего развития и образования детей. Калининград, Ростов-на-Дону, Белгород и на первом месте Казань. Для большинства взрослых людей важно иметь хорошую работу и достойную заработную плату. А замыкает наш топ с самыми высокими заработными платами в Сургут, Магадан, Южно-Сахалинск и Сельфар. Так, мы продолжаем читать наш чат, где вы нам писали вопросы или какие-то комплименты. Так, смотри, тут пишут, Ксюша, как ты думаешь, сможешь ли ты с кем-то познакомиться или хочешь с кем-то познакомиться, если уедешь в Москву? Я думаю, что я смогу с кем-то познакомиться. Конечно же, я хочу. Ну, я думаю, у меня все впереди, если смогу. Надо просто ходить в нужные места. С кем из знаменитостей ты хочешь познакомиться? А вот нет такого. Я просто вот кого встречу, вот все. То есть ты не побоишься подойти? Ой, здравствуйте, можно с вами сфоткаться? Нет, надеюсь, так будут ко мне подходить. А, ну, мечты-мечты. Так, смотри, Настя Лавров пишет, что в Чебоксарах хоть и мало возможностей, но тут тоже можно добиться успеха, хоть и с большим трудом. Я полностью с ней согласен, потому что это чистейшая правда. Смотри, Аксения Трофимова пишет, что в любом городе можно добиться успеха, если захотеть. Но тут я, конечно же, соглашусь, потому что если у тебя есть амбиции, Есть желание работать. Безусловно. И добиваться всего своей жизни. Ну, знаешь, я знаю то, что в Москву вот приезжают какие-то там, Например, люди, кто приезжают в Москву, то есть приезжие, Они обычно добиваются успехов больше там, чем сами коренные москвичи. И знаешь, все звезды, которые вообще прославились как-то, Они все не коренные москвичи, они просто приезжие. То есть я думаю, что это вообще не мешает. Так вот почему ты хочешь в Москву, да, уехать? Поэтому тоже. Так, Елизавета Храмова пишет, заканчиваю 9 класс, хочу уехать, Хочу уехать, заканчивать школу в Москву. Как думать, смогу в 15 лет одна жить в другом городе? Скажу тебе так, Лиз. Это будет очень сложно. Во-первых, потому что при школах, насколько я знаю, нет никаких общежитий, И поэтому тебе придется платить неплохую сумму за квартиру. Нет, смотри, если у тебя там есть какие-то родственники или друзья, Которые смогут тебя приютить или как-то поделить кровать. Ну, по-моему, проще закончить здесь, в Чебоксарах. Потому что здесь уже ты ко всему привыкла. Ты знаешь, что ты будешь делать дальше. И все в этом духе. Так, следующий вопрос. Да, читаем дальше. Ксюша, на кого планируешь поступать? Спрашивает Роман Богатинов, кажется. Я планирую... Вообще, я не хочу говорить заранее, потому что сейчас все скажешь, а потом ничего не получится. Все обломается и будет очень обидно. Да, да, да. Просто я могу сказать, что я хочу поступать на медиасферу и вообще работать там. Так, какие главные 5 причин на следующих Боксарах? Так, я, да, говорю? Ты. 5 причин. По-моему, ты уже перечислял. Ну, если же зрители хотят, значит, надо еще раз перечислить. Во-первых, это чистота, во-вторых, это добрые люди, в-третьих, это немало возможностей, которые просто нужно стремиться, чтобы их найти. Так, четвертое, что еще я вам говорил? Семья. Семья, да. Легко создать семью. Здесь достаточно много садиков и школ, насколько я знаю. Так, и пятое, то, что город он сейчас постоянно расширяет. Сейчас очень много микрорайонов появляются, так что, по-моему, скоро и в Чебоксары начнут съезжаться. По-моему, еще Чебоксары входят в топ самых лучших городов России. По голосованию жителей так и есть. Смотри, Ром, тебе идет хвостик. Ой, спасибо. Мне приятно. У нас, кстати говоря, все еще идет розыгрыш. Кто еще не поставил лайк, не сделал репост, у вас есть возможность. Буквально несколько секунд. Буквально пару секунд, да, чтобы это все сделать. И вы сможете стать обладателем этой книги, которую мы разыгрываем сегодня, вот, в окопах Сталинграда. Если кто еще не знает. Смотрите, сейчас мы зайдем... Сейчас мы заходим в специальное приложение, в котором можно рандомно выбрать участника. Чтобы все было честно, вы это, скорее всего, увидите. Так, три, два, один. Так, идет загрузка пользователей. А пока что можно объяснить, что это за книга. Так, давай узнаем победителей. Внимание. Карина Тимофеева, мы поздравляем тебя с тем, что ты выиграла книгу. Мы обязательно свяжемся с тобой после этого прямого эфира. Так что до связи. Эта книга теперь твоя. Так, мы уже узнали нашего победителя. Теперь я хочу пригласить нашу прекрасную Сашу к нам сюда, чтобы она нам... Вот наш символ программы, в рупор, сказала какие-то слова. Все, что ты хочешь, все, что у тебя уже накопилось, у тебя есть сейчас возможность выплеснуть это. Готова? Готова. Отлично. Начинай. Поехали. Любите свой город и будьте любимы. Отлично. Так. Все? Так, подожди. Это все? По-моему, ты не нажила. Давай еще раз. Да, думаю, вот так вот. А теперь все будет слышно. Окей. Теперь начинаем. Маленький прогон. Любите свой город и будьте любимы, где бы вы ни находились. Это очень классная фраза, по-моему. Замечательные слова. Да. Я согласна. Спасибо большое. Смотрите нашу программу по понедельникам в 16.05. Ну, а мы прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры предоставил DimaTorzok Партнеры проекта. Студия семейного кино Perfecto и творческое пространство Птица.